Вот я работаю. Раз. Раз. Все к солнышку, все к серединке идет. Раз. Выводить детали нужно, держа кисть тремя пальцами. Прокручиваем ее вокруг своей оси и завитки складываются в замысловатые цветы, лепестки, узоры. Сегодня в рамках предмета «Композиция прикладная» в школе искусств классика ребята изучают Урало-Сибирскую кистевую маховую роспись. Четвертый и пятый класс дети занимаются Урало-Сибирской кистевой росписью. Она уже живописная, она уже больше дает возможности творить, больше придумывать. Ее использовали для украшения стен в домах. Узоры наносились руками, размашистыми движениями. Потому и маховая. Удивительно, что до наших дней эти расписные орнаменты прекрасно сохранились и краски не потускнели. Весь секрет в самих материалах. В первую очередь то, что использовались именно природные материалы, минералы в частности, глины. И вот она такая стойкая роспись получается. Вот именно с чего началась вот эта вся история, это вот именно с крашения домов. Такое было редко где увидеть. Елена Трушникова и сама родилась и выросла на Урале. Но об этом искусстве родного края узнала, лишь став педагогом. Теперь делится знаниями со своими учениками. Рисует, конечно, не красками из минеральных камней на стенах, а масляными на грунтованной бумаге. Но и это дается непросто. Если набить руку раза с третьего, с пятого, может быть, тогда уже начнут получаться достаточно интересные, красивые цветы. Самое интересное, что каждый цветок никогда не получится с первого раза. То есть обязательно какой-нибудь лепесточек он будет либо меньше, либо больше. Впереди освоение нижнетагильской росписи, которая выполнялась на металле. А еще флористика, бумагопластика, вышивка и другие виды прикладного народного творчества. Ведь именно оно – основа большого искусства.